МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Александр Константинович. Первый мой вопрос посвящен истории компании. Я думаю, юбилей – это как раз замечательный повод рассказать о создании и развитии предприятия. Да, действительно, в этом году компании исполняется 25 лет. Поэтому это повод, конечно, и, значит, отпраздновать уже становление компании и задуматься о прошлом, о будущем, так скажем, о будущих каких-то становлений компании. К юбилею мы подходим в довольно бодром таком режиме, я бы сказал, потому что компания довольно хорошо себя чувствует, позиционируется на рынке довольно уверенно. Производство у нас, даже несмотря на эти критические годы, так скажем, промышленности, производство у нас растет, достаточно сказать, что в прошлый год мы прирост выпускаемой продукции у нас был около 30%. Вот, поэтому мы себя уверенно, хорошо чувствуем и встречаем, так скажем, юбилей с уверенностью. По компании вроде бы по меркам такая молодая, но она не на пустом месте развивалась, а костяк составили бывшие сотрудники атомной, которые раньше работали в атомной промышленности. Там, естественно, мы приобрели первоначальные знания, опыт. Ну, а после событий известных, когда в атомной промышленности, особенно после Чернобыля, так сказать, немного было охлаждение такое, естественно, объемы в той компании, где мы раньше работали, упали, и люди были вынуждены, конечно, искать местоприложение своих сил и знаний. Начали мы с производства торцовых уплотнений для насосов, компрессоров, мешалок химического производства. После, значит, освоенной нами за эти годы продукции другого назначения, то есть это подшипниковые узлы насосов, подшипниковые узлы компрессоров, никто подобного не делает, это вот так называемые блоки подшипниковые уплотнительные. Они являются приводной частью насосов и компрессоров, поэтому мы можем похвалиться, что на сегодняшний день этот запатентованный продукт у нас, он успешно, так скажем, развивается. Я думаю, в какой-то мере мы показываем направления, новые направления развития насосного и компрессорного оборудования в несколько ином плане, чем развивается весь остальной мир, но мы показываем другое немножко направление, и я думаю, что находим все более и более сторонников, естественно, и я думаю, что со временем продукция будет шириться и увеличиться. Также занимаемся проектированием арматурного оборудования, то есть арматуры. Значит, здесь тоже как бы все новинки, какие мы представляем, они имеют отличие, очень существенное отличие в лучшую сторону от многих образцов. Часть, конечно, оборудования арматурного уже у нами установлены и где-то работает. Часть сделана в каких-то образцах, которые предстоит еще исследовать и испытывать. Вот, ну, молодая порсель, которая у нас трудится, надеемся, мы вместе с ней, значит, что это направление мы тоже каким-то образом разовьем. Может быть, не обязательно мы будем производителями этого оборудования, там, допустим, по арматуре, может быть, с кем-то, что мы делаем, попытки найти партнеров там в производстве. Кооперация, да, вы имеете в виду? Да, в кооперации с кем-то можем делать, потому что мы, допустим, не обладаем там литьем, у нас нет своего литья и так далее, но я говорю, что в кооперации с другими предприятиями мы можем освоить несколько видов арматур, вот, мы делаем для этого такие вот шаги. Мы стараемся идти своим путем, и поэтому, естественно, нам довольно-таки трудно бывает протолкнуться, пробить свое решение, потому что сказывается косность мышления, там, скажем, консерватизм определенный есть, так скажем, в кругах, вот. Но все равно, так скажем, люди, кто опробовали и поработали на нашем оборудовании, они уже понимают, что это, да, действительно, это в какой-то мере шаг вперед, и надо двигаться в этом направлении. Мы вместе с ними уже расширяем сферу свою применения. Вы упомянули о патентах и разработках. Может быть, вы расскажете о какой-то особенно интересной для вас, может быть, чем-то вы особенно гордитесь? Могу сказать, вот, запатентованный блок подшипников уплотнительный, да, он у нас, ну, такая одна, я говорю, она совершенно отличается от того, что производится в мире. Блоки эти сделаны для того, чтобы повысить ресурс и увеличить надежность работы динамического оборудования. Со своим изделием мы добились ресурсов пробега, не просто там на процент увеличенные, а в разы. То есть, если традиционное оборудование работает от ремонта до ремонта, допустим, два года, то мы пробегаем 5-6 лет, понимаете? То есть, это в разы увеличивает ресурсы такие. Поэтому я хочу сказать, что вот эта наша разработка, она вошла в 100 лучших товаров в России. Как разработчики могу сказать, что это наша заслуга такая хорошая, и мы гордимся ей. Вы поставляете рынку такое новое уникальное оборудование, тогда вопрос такой немного проблемный. Бывают ли у вас трудности с новой продукцией, чтобы представить ее рынку? Да, значит, смотрите, глобализация мира, она сказывается вот на чем, что западные компании, которые пробились на нашей рынке, естественно, они устанавливают и правила поведения на этом рынке, да. А у нас в стране не было прописано ряд, так скажем, стандартов, которыми вот по тем видам продукции, которые мы производим, не было прописано этих стандартов. И поэтому министерства там, так скажем, подумали, проработали и решили за основу принять эти стандарты, которые были разработаны в мире. Ну, например, американский нефтяной институт, он замечательных много стандартов разработал, полезных стандартов. Естественно, эти стандарты были разработаны, но они были разработаны с учетом того опыта, который был накоплен в мире на тот момент, да. А наши разработки, они отличаются, они ведут немножко в другом направлении, чем прописано в этих стандартах, да. И поэтому приходится сталкиваться с тем, что говорят, а вот мы бы хотели оборудование по API приобрести, там API-610 или API-682, IPI, то есть, если правильно, то это называется API. И поэтому нам приходится вот людей убеждать, что не все, что там сказано, они же обобщили свой опыт, а другого опыта они не видели, поэтому сравнивать надо как-то именно по показателям работы. Но очень часто проектанты и, значит, лицензиары прописывают, что именно оборудование должно быть в строгом соответствии с API изготовленным, да. А у нас оборудование отличается, оно не по законам сделано API, но оно не худшего качества, оно даже еще может быть и лучше. Вот. И вот с этим сталкиваемся иногда, что трудно, вот приходится доказывать, что не обязательно вот постулат, который изложен в стандарте, это вечный, и они должны быть только их прислушиваться. Можно двигаться и другим путем. Надо вот эти всегда альтернативные пути, надо находить. Почему? Потому что люди должны сравнивать. Люди должны сравнивать одно, другое. Кстати говоря, в американском стандарте тоже прописано, что иные решения могут быть. Если вы хотите надежно работать, вот работать по стандарту, но иные решения могут быть, иначе остановится эволюция, понимаете, развитие остановится. Мы тут вели переговоры даже по сближению своих позиций с одной из международных компаний, но вот последние, так скажем, кризисные явления, то есть вопрос отодвинулся на неопределенное время. Просто там сказали, пока мы не будем, ну, понятно, они тоже придерживаются этих санкций, они пока сказали, отложим этот вопрос до лучших времен. А какие компании и, может быть, какие предприятия являются основными партнерами Анода? Ну, мы работаем, значит, на рынке энергетики, химии, нефтехимии, транспортировка нефти, транспортировка газа. То есть мы работаем со всеми вот нашими монстрами энергетическими, глобальными. То есть это и «Газпром», и «Транснефть», и все «Лукойл», там, «Роснефть» и так далее. То есть со всеми, со всеми компаниями работаем. Кстати говоря, самые лучшие результаты получаются там, где есть вот этот диалог между производителем и потребителем. Вот когда бывает, знаете, некоторые компании, я не буду называть там, но некоторые компании, так скажем, рассматривают очень, так скажем, только, ну, вот, делать, как мы хотим. Не хотят слушать, что мы предложим иногда, делать, как мы хотим. Но это, я думаю, не совсем так. Наверное, надо все-таки по-партнерски. То есть мы предлагаем, вы оценили, да, мы учтем ваше пожелание, будем стараться, так скажем, учитывать. Но иногда нужно и к нам прислушиваться, потому что мы можем более, может быть, правильный ход сделать. Это Страмской грязь. Там был такой замечательный человек, Олег Евгеньевич Таран, главный инженер станции. Значит, он выслушал наши предложения, естественно, сделал пробные какие-то закупки у нас оборудования. Вот. Но после этого он уверовал. Он просто, не просто, вот, знаете, как, я впервые столкнулся с тем, что он перечитал все наши внутренние документы, ну, а мы там, ну, сказать, описание наших изделий, подробное описание. А почему так? А почему здесь так? Так, это было, в общем, так скажем, даже наши, так сказать, внутренние такие ноу-хау, да, мы ему дали, чтобы он ознакомился с ними, для того, чтобы лучше понимать наш продукт. И когда он говорит, теперь я начинаю понимать, Александр Константинович, что я, что, в каком направлении мне надо двигаться, вот. И мы получили замечательный там результат, переоснастили практически всю станцию и с хорошими результатами. Вы понимаете, мы, вот, почему сами выставляемся и очень любим посещать выставки, потому что здесь мы только можем, вот, на выставке пройтись, посмотреть, увидеть, ну, как мы себя позиционируем, как мы выглядим в отношении других конкурентов, да, в худшую или лучшую сторону, что-то подглядываем, что-то, так сказать, мы узнаем новых потребителей, поставщиков каких-то своих, комплектующих и так далее. Стараемся применить новинки, понимаете, вот, и не только наши импортные, так скажем, какие-то материалы мы тоже применяем у себя. Даже без этого нельзя. Я понимаю, что желательно иметь бы у себя в России там все, но, к сожалению, мир так устроен, что кто-то делает лучше нас. А то есть вы считаете, что не надо во главу угла ставить импортозамещение, если оно не обосновано практически? Конечно, конечно, я считаю, импортозамещение надо по возможности, конечно бы, я бы хотел, чтобы это было у нас, производилось, но если этого пока у нас нету, почему не применять? Вот, я считаю, что в тех случаях, когда это обосновано вполне, если нету товара подобного у нас, конечно, надо применять лучшее, что сделал мир на сегодняшний день. Я целиком, я как патриот, я всегда только целиком за. Когда появляются, когда новые какие-то разработки в России, очень радуюсь, стараюсь познакомиться с этими разработками, стараемся мы познакомиться, вот. Но если пока нету, то мы говорим, вынуждены приобретать и импортные. А, тогда следующий вопрос, вы начали уже говорить о своих коллегах, может быть, расскажете о коллективе предприятия «АНОТ». Ну, что сказать, вот я сказал, что Костяк составили сотрудники, которые работали в атомной отрасли, и они сейчас являются лидерами в своих направлениях, вот. Мы стараемся, значит, привлекать молодежь в свой состав. Конечно, мы дорожим очень теми людьми, которые начинали вместе с нами, вот. И они у нас, многие даже уже, которые вышли на пенсию, продолжают у нас трудиться, потому что есть уникальный опыт, и этим опытом надо делиться кому-то с молодыми. Поэтому у нас такой сплав молодости и опыта, да. Да, но коллектив достаточно много молодых, каждый год мы приглашаем выпускников вузов к себе, на работу берем. Причем берем не только вот уже готовых специалистов, а привлекаем на работу, когда еще они учатся, находятся на учебе. Получается, у вас такая успешная кооперация с вузами, они получают, они, их студенты дополнительно учатся, а вы получаете работников. Да, мы взаимодействуем с несколькими кафедрами в нашем политехническом институте. Профессиональное образование у нас нынче здорово утеряно, то есть найти готовых кадров не всегда удается. Понимаете, не всегда удается. Поэтому берем молодых совершенно ребят, и они у нас растут. А как происходит обучение? Вы прикрепляете их опытным сотрудникам? Естественно, обязательно закрепляем за стажером, закрепляем, значит, опытного наставника. И он его обучает, показывает приемы работы и так далее. Потом ведущие инженеры проводят какие-то уроки, занятия, которые им рассказывают о нашем продукте, и как правильно иметь дело с ним и так далее. То есть навыкам обучаем. Александр Константинович, спасибо за такой исчерпывающий рассказ. И в заключение, что бы Вы хотели пожелать себе и Вашему предприятию в его день рождения, в юбилей? В первую очередь, конечно, всему нашему коллективу желаю бодрости, здоровья, чтобы все были здоровы. Конечно, успеха и процветания в первую очередь всем нам хотелось бы. Я думаю, что компания наша набрала хороший ход, и что новое поколение, которое будет трудиться в дальнейшем в нашем предприятии, подхватит это все, взвалит всю ношу на свои плечи, потянет, и компания будет дальше жить и расти. Спасибо Вам за рассказ, спасибо за беседу. Мы тоже желаем Вам только развития и только движения вперед. Спасибо. Спасибо.